Доброе утро, друзья! Сегодня вторник, сегодня 28 мая, и мы рады приветствовать вас в нашей уютной студии. Просыпайтесь и начинайте этот день вместе с нами, и тогда вам обязательно повезет. А сегодня для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Сылья Салямова, и мы вещаем сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». Ну и, конечно же, сейчас уже самое время рассказать о тех новостях, которые произошли у нас в Крыму за последние 24 часа. И как эти новости увидели наши корреспонденты с телеканала «Крым-24»? Обо всем прямо сейчас. Безопасный отдых владельцев пляжей, где не работают спасатели, а ожидают штрафы. Такую поправку в закон приняли в Госсовете Крыма. К высокому сезону готова почти половина из 450 пляжей полуострова. Дмитрий Попов также провел свою проверку и открыл купальный сезон. Александр Пилов в Крыму впервые приехал из Красноярска. Жары еще нет, и это нравится туристам с севера. Решили недельку отдохнуть, по работе и ребенка вывезти. Управляющий пляжем Ленур Исаев к сезону готовился, чтобы туристам угодить и под штраф не попасть. Водолазная очистка дна акватории у нас проведена. Выполняем уборку пляжных территорий. Все профилактические мероприятия у нас выполнены. Инфраструктура на пляже подготовлена. Все это должно быть не только на словах, но и в документах. Закон Суров. У ответственных за состояние пляжа все под рукой. План работ, график наш. Реквизиты подписи сторон, наши соглашения с городом. Купаются только самые смелые. Весна была затяжная. Море прогреться еще не успело. Вода очень холодная. Градусы 15. Не то, что плыть, говорить трудно. Фу, главное, чтобы с ударом не было. А если схватит, зовите на помощь. Спасатели должны дежурить на каждом пляже, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Уважаемые гости, за буйки не заплываем. Всю необходимую подготовку они уже прошли. В специальном центре в этом году обучили 100 специалистов. С простыми приемами знакомят и нас. Он еще берешь на буксировку, потом кладешь его к себе на спину, типа вот так. Но в то же время, вдруг, если человек зацепился за спасателя, самый лучший способ дать себя утопить. То есть, когда человек тебя притопил, становишься ему неинтересным. А это уже Ялта. Местный житель Анатолий Пятыгин однажды спас утопающую девушку в Сочи. Подплыл, сказал. Из-за меня только не соплясь, а потихонечку. Ну, я его только помолю. Но они потом, наверное, где-то час сидели, не шевелясь. На городском пляже Южной столицы только завершают подготовку к курортному сезону. Идет установка на данный момент теневого навеса общего пользования. Детская площадка уже установлена. И, соответственно, можно будет посидеть в чиллаутах, отдохнуть. В особой зоне риска находятся любители выпить и поплавать в шторм. Это видео туристы сняли в Ялте в конце прошлого лета. Только в прошлом году стихия забрала 70 жизней. 10 человек удалось спасти сотрудникам МЧС. Надобные предметы, которые особенно любят дети, представляют собой особую опасность. Двухметровый матрас. Девочки купаются 10-8 лет. Их просто уносят от берега, и никто ничего не может сделать, конечно. Но успели вовремя спасли. Таких историй тысячи, говорят спасатели. По новым правилам, если их нет на пляже, ответственны заплатить штраф. Так же, как и за отсутствие документов. Для юридических лиц эти штрафы достигают от 100-200 тысяч. Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей 30-60 тысяч. Но это достаточно серьезные суммы и достаточно серьезное наказание. В летний период проверки на законность и качество содержания пляжей будут проводить регулярно. У владельцев остались считанные дни на завершении подготовки к высокому сезону. Отдыхайте в Крыму. Дмитрий Попов, Игорь Сюткин. Новости 24. Двое из ларца одинаковых с лица. Международный день близнецов. На набережной в Ялте прошел парад. Он собрал десятки пар, похожих как две капли воды. В мир близнецов окунулась и наш собственный корреспондент Зарема Дадаева. В учебе, в характере и в оценках. Внешность одна, а интересы и характеры совсем разные. Алиса Кунтарко, Таисия, само спокойствие. На праздник они пришли в одинаковых вещах. В повседневной жизни все наоборот. Мама хочет, чтобы мы были одинаковыми, потому что как бы мы близняшки. Но я больше склонна к одежде мальчуковой. Аева и Мартына Габедяны предпочитают делать все вместе, чтобы их не могли отличить. Мы на танцы ходим, и мы иногда можем поменяться местами на танцах, в танце. Быть родителями близнецов счастье вдвойне, считает Инга Снопова. Ее мальчишки настолько похожи друг на друга, что их легко путает даже она. Бывает, сама забегают, конечно, спрашивают, ты кто? Больше ста близняшек и двойняшек приехали со всего Крыма и из других республик, чтобы поучаствовать в Ялтинском параде близнецов. Очень классно. Такое место, где очень много одинаковых людей. Очень припойно. Это, наверное, я за всю жизнь только не видела. Планируете ежегодно принимать участие? Надо такое место. Поддержим. Это хорошая традиция. В параде принимают участие и взрослые, и молодежь. К самым юным близнецам всего несколько месяцев. Близнецы настолько похожи, что различить их могут родители и близкие, и их знакомые. А вот постороннему человеку это будет сделать нелегко. Сейчас познакомимся с одними из участников и попытаемся, сможем ли определить, кто есть кто. Привет, девочки. Как вас зовут? Женя. Вика. А вы сможете несколько раз поменяться местами, чтобы я смогла угадать, кто из вас Женя, а кто Вика. Я подглядывать не буду. Итак, ваши аплодисменты нашим победителям. Так. Женя. Вика. Правильно? Нет. Я не угадала. Вы очень похожи, поэтому очень сложно угадать. Вы же не родинка. Шерстье в Южной столице проходит второй раз. Идея пришла организаторам после рождения своих близняшек. Первый праздник у нас был один спар. И, кстати, очень многие сейчас и приходят на этот самый праздник. Мы просто воспользовались идеей, и у нас получилось. После парада всех ждала развлекательная программа. Конкурсы, игры и шоу музыкальных пузырей. Зарем Дадаева, Александр Кровец, новости 24, Ялта. Ну что ж, это вся информация о выпусках, хотя мы продолжаем следить за развитием событий. Не знаю, как ты, Саря, а я сразу отличил двух девочек-близнецов. Нет, я не сразу их отличила, но я знаю, что ты запомнил, какого цвета у них обувь, и таким образом смог их определить. Да, да. Дентифицировать. Ну, знаешь, Саш, я когда училась в школе, и как раз-таки во время экзаменов мечтала о том, чтобы у меня была сестра-близняшка, и она ходила вместо меня и сдавала бы эти экзамены. Ну, я знаю, что такие методы... Многие, наверное, об этом мечтали. Да, иногда играют. Но дело всё в том, что не всегда получается, и лучше знания приобретать самостоятельно, потому что они могут пригодиться в жизни. Ну, а прямо сейчас у нас есть связь с нашими коллегами из радиоинной студии, которые наверняка готовы нас уже и рады нас услышать. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, коллеги! Какая у вас тема? Интересно послушать. Сегодня мы обсуждаем две темы. Первая тема касается вчерашнего праздника. Вчера был День библиотек, и сегодня мы ждём именитого гостя, директора научной библиотеки КФУ. Вот, собственно говоря, будем обсуждать состояние библиотечного дела в Крыму. Да, вот многие говорят, что это пережиток прошлого, а мы у неё как раз-таки узнаем, так ли это. Не так, вот я вчера только из библиотеки вернулась вот с такой стопкой книг. Вот, вот. Получила это воистинное удовольствие. Надеюсь, она как раз и подтвердит эти слова. Да, вот мы говорим в первом части о нашей с вами безопасности, всех тех, кто использует, пользуется услугами такси. Коллеги, вы на такси часто, машину такси часто вызываете? Бывают, когда поздно возвращаемся с работы, то приходится, конечно. А так стараемся пешком, ну, по крайней мере, я. Сейчас часто у меня получается, да. Всё чаще попадаются вам новые автомобили или автомобили уже такие... Драндуллеты. Старые, старые автомобили, сразу скажу, да, вот именно такие попадаются. Видавшие виды. Очень редко, когда иномарка приезжает в хорошем состоянии, новенькая. И в комфортных условиях добираешься домой, да? Крайне редко бывает. Да, значит, наша тема даже поинтереснее, чем ваша. У нас ещё, это ещё не всё, у нас ещё есть темы. Мы сегодня обсуждаем тему с волонтёрами-медиками, тему соль плюс йод, ай-кью сбережёт. Знали ли вы об этом? С утра какие-то формулы просто. Да, вот хорошо людям, да, у них слабо привязана к какой-то повестке тема, и говорят они такие про эфемерные вещи. Нормально. Нет, 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 совершенно не эфемерные, потому что это касается здоровья, это очень важно, и вот об этом будем говорить. Ну, потому что соль и йод в Крыму, ну, это не самая большая проблема. Скорее, вы обсуждаете сегодня, если честно, коллеги, проблему Брянской области. Ну, хорошо, мы зададим этот вопрос как раз-таки нашим гостям. Спасибо большое за подсказку. Удачи. Хорошего вам эфира, мы продолжаем свой эфир. Да, мы двигаемся дальше. Ну, а сейчас, конечно же, самое время поговорить, Саш, о чём? Ну, о погоде, конечно, потому что как провести день, если не знаешь, что же творится за окном? Прямо сейчас об этом. Саш, о чём? 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, ну а сейчас наша следующая рубрика очень добрая, очень позитивная, она касается друзей наших меньших, давайте посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие крымчане, для вас есть, особенно для жителей Симферополя, есть информация, которая может быть очень полезна, я бы сказал, происходит событие прямо на наших глазах, ну я бы сказал, всероссийского масштаба, Сальто, я догадываюсь. Я тоже сказала мирового масштаба, да, вы сможете встретиться с Сальвадором Дали, но конечно же не лично с ним, а с его работами, причем с оригинальными. В Симферопольском художественном музее открылась выставка, на которой представлено 109 работ Сальвадора Дали из цикла, посвященного графические работы Старому и Новому Завету. Это уникальный случай для Симферополя, когда подлинники этой коллекции, а дело все в том, что она очень раздроблена, целиком ее нет ни в одном музее мира, и вот благодаря добродетелям и меценатам она была собрана на небольшой временной промежуток у нас в Симферополе, и вы можете ее посмотреть. Да, и вот стоит отметить, что в полном объеме этой серии нет ни в одном российском музее. А вот здесь, на территории Крыма, эта серия была собрана, и до 22 сентября у вас есть время, чтобы сходить на выставку и увидеть работу, увидеть творчество великого гения. Великого гения. Ну что же, дорогие друзья, это можно сделать в любой день. Напоминаю, что все музеи, как и другие учреждения культуры, не работают только по понедельникам, а в остальное время – пожалуйста. Ну а сегодня вторник, а что еще можно посетить сегодня? Давайте прямо сейчас и узнаем. На камерной сцене Крымского академического театра имени Горького спектакль «Пизанская башня». После 20 лет совместной жизни супруги перестали испытывать чувства друг к другу. В один прекрасный день жена решила изменить судьбу и уехала в Пизу. Начало спектакля в 19.00. Для самых маленьких зрителей в Крымском академическом театре «Кокол» спектакль «Дюймовочка». Сказочник Клумпе Думпе и его подружка Ивиди Авиди, превращаясь в различных персонажей, расскажут и покажут детям удивительную и, самое главное, любимую всеми сказку о девочке-дюймовочке. Начало в 10.00. В кинотеатрах сегодня премьера. Продолжение семейной анимационной комедии «Тайна жизни домашних животных». Мультфильм раскрывает секреты домашних любимцев. Чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? Жизнь терьера Макса переворачивается, когда у его любимой хозяйки рождается сын. Оказывается, забота о ребенке – это большой стресс даже для самого отважного пса. Также на экранах «Аладдин» – фантастические приключения молодого воришки, влюбленного в дочь короля. Чтобы жениться на принцессе Жасмин, ему самому нужно получить титул принца. Помочь «Аладдину» в этом непростом деле может только джинн из волшебной лампы, хранящийся в пещере чудес. В кинотеатрах в этот день комедия-мошенница. Две успешные дамы знают основные правила соблазнения – высокие каблуки и яркая помада. А еще умеют расплакаться в любой момент. Их манит все, что блестит, а то, что плохо лежит, оказывается у них в кармане. История о женской погоне за деньгами в кинотеатрах в удобное для вас время. Казалось бы, лето только начинается, наступает сезон жары. А вот команда по лыжным гонкам как раз начинает у нас в Крыму подготовку к соревнованиям. Ну знаешь, Саш, я даже зимой очень редко вижу у нас лыжников, которые бы катались. Потому что, мне кажется, у нас таких мест нет, ну, наверное, может, и Петры, и то в самую холодную и суровую зиму. Поэтому где они будут здесь тренироваться? Еще вопрос. Вопрос в том, что специалисты знают, как правильно готовиться. И подготовка, в первую очередь, спортсменов начинается с аэробных нагрузок. Они будут кататься на велосипедах по горным трассам, сдавать кроссы, ну и так далее. То есть, скажем, предснежная подготовка. И совсем в другом, на самом деле, да, тренировка всего тела. Это очень сложный, я знаю, это очень сложный труд, и не все могут физически выдержать. Поэтому я, например, предпочитаю аквааэробику. Что же это такое? Аквааэробика – это такая вот зарядка или фитнес, который проходит в бассейне, именно в воде. И там точно так же надо поднимать гантели, ну, штангу, может, не надо, конечно, но тоже надо качать мышцы. Ну, я думаю, что более подробно об этом мне и телезрителям расскажут наши с тобой коллеги, корреспонденты, которые сделали на эту тему сюжет. Аквааэробика – это направление фитнеса с использованием различных упражнений, выполняемых в воде, является одним из самых доступных и полезных видов физической активности. Занятия проводятся группами до 15 человек. В зависимости от состояния, здоровья, возраста, нагрузка может быть совершенно разное. При этом используется различный инвентарь. Сложно сказать, кто придумал аквааэробику. Еще во времена Древнего Рима были популярны массовые игры, в обязательную программу, в которой входили зрелищные выступления на воде. Одновременно с этим описание водных тренировок мы находим в рукописных свитках Древнего Китая. В наше время техника выполнения физических упражнений в воде доведена практически до совершенства. Водный фитнес закаливает организм, корректирует осанку, улучшает кровообращение и избавляет от лишних килограммов. Что делает аквааэробика? Когда человек снижает вес, а он в воде снижает вес, потому что нагрузка идет, кроме физической, еще идет и гидромассаж. И вот этот гидромассаж, он, во-первых, подтягивает тело, кожа не обвисает, вес снижается, улучшается тургор кожи. Елена приходит на тренировку три раза в неделю. Занятия старается не пропускать. Результат, по словам женщины, превзошел все ожидания. Выхожу с 2013 года, больные суставы, боли были в спине, все это прекратилось, чувствую себя намного лучше, идет закалка организма, меньше стало подвержено инфекционным всяким, вирусным заболеваниям. Водный фитнес не только способен изменить физическое состояние человека, но и помогает избавиться от некоторых фобий. Скажите, а если человек не умеет плавать, можно ли ему заниматься аквааэробикой? Ой, отличный вопрос. Очень много людей приходит, не умея плавать. Здесь глубина небольшая, здесь можно просто стоять. И поэтому, когда человек занимается аквааэробикой, он к воде привыкает, и даже вот некоторые, когда тонули, закрепляется страх, да, когда невозможно потом плыть, все время человек боится. Аквааэробика вот этот страх даже убирает. То есть можно и научиться плавать, и убрать страх, и укрепить тело, и все это вместе. Преимущество водного фитнеса в том, что заниматься им может человек любого возраста и уровня физической подготовки. Противопоказаний минимально, потому что и с варикозным расширением, и с травмами даже позвоночника, и с суставами, у кого проблемы, вот, это показано. Показано беременно, показано детям. Единственное, что вот хлорочка, да, она не показана, у кого аллергия на хлорку. Если во время тренировок еще скорректировать рацион и отказаться от вредных привычек, то положительный результат наступит гораздо быстрее и легче. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Салия, ты знаешь, что не только дурные примеры заразительные, хорошие примеры тоже могут стать поводом повторить их. Да, ты что? Ну, я так понимаю, что что-то такое произошло, и кто-то уже это повторил. Интересно. Абсолютно верно. Я думаю, что яркое событие в жизни Симферополя произошло буквально на днях. Мы его вчера освещали. Это появление на одном из памятников архитектуры на стене... Трансформаторной будки, да, ты имеешь в виду? Да. Она, кстати говоря, внесена, насколько я знаю, как памятник архитектуры из стиля индустриального модерна. Это бывшая подстанция трамвайной линии. Ну, так вот, на ней появилась роспись в виде картины Айвазовского «Неаполитанская ночь». И такие вот граффити, которые по-настоящему украшают город, это хорошая традиция. И вот в Керчи ее переняли. Да, как ты уже правильно сказал, что... Вот хороший пример тоже иногда бывает заразительным. Там городские власти предложили все неприглядные стены тоже разрисовать граффити и на них оставить какие-то красивые изобразительные полотна, чтобы они украшали и радовали глаз приезжающих. Но стен, я думаю, много. Найдется ли столько художников и столько краски? Вот в чем вопрос. Ну, я думаю, что с закраской дело не постоит. Для того, чтобы подать заявку на такую вот роспись, нужно просто принести в администрацию города эскиз, который вы хотите изобразить на стене. Ну, и, в общем-то, впоследствии, если он будет одобрен, заняться его воплощением. Так что дело, как говорится, не боги горшки обжигают. Да, но там уже ранее появились такие картины в виде черепашки, а также панно из ярких цветов. Я думаю, что это будет очень ярко и зрелищно. Я надеюсь, что когда-нибудь и наш Симферополь тоже преобразится. И каждый дом будет произведением искусства, он будет разукрашен и будет представлять собой какую-то яркую картину, возле которой будет хотеться сфотографироваться, пройтись, прогуляться. Каждая такая картина – это небольшое событие в жизни города. А вот какими еще событиями славен сегодняшний день, давайте узнаем из хронографа. 28 мая отмечается профессиональный праздник пограничных войск Российской Федерации. Основные задачи этой службы – реализация государственных политических интересов на сухопутных, морских и воздушных границах страны. Современная Россия имеет самые протяженные границы в мире. Соседствуя с 18 державами, для охраны на рубеже на службу ежедневно выходит 11 тысяч пограничных отрядов. В этот день, 263 года назад, в городе Майон был придуман майонез. За два столетия рецепт соуса практически не изменился. Его главные компоненты – растительное масло, яйца, горчичный порошок и уксус. 28 мая 1812 года русский полководец генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов заключил Бухареский мир. Документ официально завершил шестилетнюю русско-турецкую войну, длившую еще с 1806 года. Согласно договору, Россия под свой контроль получила Бессарабию и Устья-Дуная, вернув в Турции захваченные пункты на Кавказе, Анапу, Поти и Сухум. 28 мая 1877 года родился Максимилиан Болошин – русский поэт, переводчик, пейзажист, литературный критик. Его творчество тесно связано с Крымом и Коктебелем, где находится его дом, который сегодня функционирует как музей. В этот день, в 1904 году, на сцене оперы «Ля Скала» была показана вторая редакция опереты Джакомо Пучини «Мадам Баттерфляй». После провала первого варианта сочинения переработанное творение обрело настоящий успех. Опера по сей день является одной из наиболее исполняемых в мире. В 1958 году Центральный комитет КПСС отменил собственное постановление о формализме в музыке. В результате ведущие композиторы «Союза» Дмитрий Шестакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, ранее обвиненные в антинародности, были реабилитированы. Две последние новости хронографа были музыкальными. И вот я хотел бы напомнить вам, дорогие друзья, что в частности оперы «Мадам Баттерфляй» и «Чио Чио Сан», как ее иногда называют, ее успех связан с тем, что первая редакция оперы была очень неудачной, и она провалилась просто ошеломительно. И Джакомо Пучини освистали. А вот вторая редакция оперы была просто принята на ура, потому что главную партию «Мадам Баттерфляй» исполнила наша, в общем-то, соотечественница, она на то время жительница Российской империи, Соломея Крушиницкая, выпускница Львовской консерватории. И вот именно благодаря ее имени эта опера стала просто мировым хитом, и любой оперный театр имеет ее в своем репертуаре. Ты не слушала «Мадам Баттерфляй»? Нет, я не слушала, но надеюсь когда-нибудь услышать. Может быть, ты мне включишь на компьютере. Это же можно сделать с помощью компьютера? Конечно, конечно, можно. Ну, там одна из самых известных арии «Ун Белл Дивидрема». Она связана с тем, что она ждет своего возлюбленного, который никак не приходит, потому что, видимо, топливо закончилось у него в баках. А о топливе поговорим прямо сейчас. Цены на топливо – это то, что заботит абсолютно каждого, потому что мы спешим на работу. С этими ценами связана цена маршрутного транспорта, и давайте узнаем, сколько же сегодня оно стоит. Доллар сегодня стоит 64 рубля 49 копеек за единицу, а евро – 71 рубль 38. Евро в цене упал на 5 копеек, а доллар поднялся тоже на 5 копеек. Такова динамика цен на валютном рынке. Очень интересно, Саша. Ты находишь это интересным? Важная информация. Ну, ты знаешь, сейчас начался период отпусков. Я думаю, многие люди собираются куда-то поехать, и им пригодится эта информация. Но, кстати, я хочу отметить, что, например, недавно, когда я ехала по городу, обратила внимание, что бензин подешевел. С чем это связано, как ты думаешь? Вот я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, обычно такого не бывает, когда цены откатываются, так сказать, и что касается топлива особенно. Но вот у нас это произошло. Но я думаю, что мы выравниваемся потихоньку с российскими стандартами ценами. Ну, я вообще, честно говоря, не помню того случая, когда цены падали. Обычно они только растут. Да, вот. Я же говорю, поэтому меня это тоже очень удивило. Саша, ну вот ты знаешь, я еще хотела сказать, что похвастаться, вернее. Я в детстве очень часто участвовала в Олимпиадах. И ты не представляешь, как я была счастлива оказаться снова на Олимпиаде, но в качестве зрителя. То есть наблюдать со стороны. Да, когда ты работаешь корреспондентом, такое возможно. И, кстати, это была Олимпиада для таких маленьких, прекрасных дошколят, таких забавных. И что из этого получилось? Давайте посмотрим прямо сейчас. Сегодня президентская школа Крым проводит уникальное мероприятие для полуострова. Олимпиаду интеллект для дошкольников. В ней принимают участие дети от 5 до 7 лет. Чем эта Олимпиада отличается от обычной школьной? Ну, вообще, прежде всего, хотелось бы сказать, что обычная школьная Олимпиада все-таки показывает знания детей по предметам. А здесь мы оцениваем их интеллектуальные способности. Скажи, сложные были задания? Да. Удалось тебе справиться со всеми? Я точно не знаю, но я так думала, что да. Вы подсматривали друг у друга? Почти. Что значит почти? Она подсматривала, а я нет. Чуть-чуть подсматривали. А для тебя что важнее, участие или победа? Победа. Почему? Потому что папа мне говорил, что победа – это хорошо. Будете хорошо учиться? Да. А кем вы мечтаете стать? Я тренером по танцам. А ты? Мандалин. Диплом получила. То есть ты уже дипломированный специалист? Да. Победишь сегодня, как думаешь? Думаю, победа достанется мне, я думаю. Но важнее участие. А на что направлены эти задания? Так как ребята еще не умеют читать и писать, мы стараемся подобными заданиями у них выработать мышление, память, внимание, развить воображение. Сама олимпиада завершилась, сейчас уже началась творческая часть, во время которой дети танцуют, веселятся и поют. В этой олимпиаде приняло участие 150 дошколят, в этом году они пойдут в первый класс. Вот если бы все уроки так проходили, весело и задорно. Здравствуйте, а вы сегодня с кем пришли? Мы с сыном пришли. А скажите, вы переживали за него, пока он справлялся с задачей? Нет, не переживали. У нас еще и хорошая подготовка была, прекрасный учитель. Посмотрите, какое они удовольствие получают. Как тут можно переживать? Скажите, а вы хорошо учились в школе? Довольно, ну, хороший Стамбул. А вы детям будете помогать решать оможение? Конечно, буду стараться максимально. Не хотите присоединиться к детям и также с ними попрыгнуть, потанцевать? Не, неудобно, возраст как бы уже не позволяет, неудобно. Дети танцуют. Ну, а может быть снова почувствуют детство? Я дома приду, обязательно потанцую. Олимпиада завершилась и, как полагается, в любом соревновании лучшие из лучших получат ценные призы. В данном случае это игрушка из глины. Салья Салямова, Руслан Хохлоп. Утро нового дня. Салья Салямова, скажи, пожалуйста, как олимпиадница, что ты знаешь про йод? Про йод? Которая группа элементов он относится? Так, ну я могу ошибаться, но, возможно, это галогены? Абсолютно верно. Очень легко запомнить, как коллаген. А в каком агрегатном состоянии он в нормальных условиях? В твердом, Саш. Абсолютно верно. В сине-фиолетовые кристаллы. Сразу видно, что ты настоящая крымчанка, потому что хорошо известно, что Крым является эндемичной зоной по йододефициту. Я думаю, что об этом мы поговорим с нашим гостем. Да, у нас в гостях Евгения Малочко, руководитель Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Доброе утро. Доброе утро. У вас, я знаю, много интересных акций проходит, ну, обо всем по порядку. И вот акция с таким очень добрым названием «Добров всего». Что это? Это Всероссийская акция, которая также проводится в Крыму совместно с студентами Медицинской академии, волонтерами-медиками, кафедрами медицинской этики и профессиональных коммуникаций. Она направлена на то, чтобы помогать фельдшерско-акушерским пунктам, которые находятся в различных муниципальных образованиях Республики Крым. Мы выезжаем в села, помогаем благоустраивать территории фельдшерско-акушерских пунктов, например, побелка, покраска, уборка прилегающей территории. Это не медицинский блок. А также мы реализуем медицинский блок, когда совместно с врачами Центр медицинской профилактики Мездрав Крыма, поддерживая данную акцию, мы проводим консультирование населения. Например, проводим мастер-классы, тренинги по ведению здорового образа жизни, по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Но с какими вопросами к вам чаще всего обращаются? Те, чаще всего, обращаются, например, просят провести индивидуальные консультации, что делают медики, которые с нами выезжают. Также интересуются, например, такими заболеваниями, как грипп, как профилактика инсульта, инфаркта, онкозаболеваний. То есть различные тематики, которые поднимают население, которые волнуют населе. А также мы обучаем первой помощи разные возрастные группы. Тоже очень многие приходят, и именно это направление вызывает наибольший интерес среди жителей населенных пунктов. А сколько среди в ваших рядах вот таких людей, которые готовы оказывать такую добродетельную помощь? Сколько у вас волонтеров-медиков? Сейчас, на настоящий момент, у нас насчитывается 200 студентов Медицинской академии волонтеров-медиков, которые развивают данное движение. То есть это студенты, да? Да, это студенты, но не только Медицинской академии. Также к нам присоединяются студенты медицинских колледжей, активно принимают участие студенты Крымского медицинского колледжа, которые находятся в Симферополе. А ялтинское у нас есть местное отделение, студенты Ялтинского медицинского колледжа тоже активно участвуют, развивают направления. Ну а вот с вопросом, что касается нехватки йода, дефицита йода в организме, обращаются к вам? Обращаются. И все-таки это не крымская проблема? Обращаются, это крымская проблема. Сейчас мы отмечаем, что в России такая есть проблема. Специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации отмечают, что россияне потребляют в три раза меньше йода в организм с пищей, чем положено. И в Крыму также еданая проблема есть. И вот поэтому сейчас мы проводим всероссийскую акцию по всей Российской Федерации. В Крыму также это очень актуально. Направлено на профилактику йододефицитных заболеваний. Вот эта неделя и следующая неделя как раз именно те дни, когда мы обращаем внимание населения на данную проблему. Почему такое название? Соль плюс йод. IQ сбережет. Потому что мы знаем, что недостаток йода в организме влечет за собой различные проблемы. Например, у беременных это может закончиться выкидышами, патологиями развития. У детей доказано, что если недостаток йода в организме, это, например, может быть отсталое умственное развитие. То есть поэтому и направлено... А у взрослых? У взрослых проблемы щитовидной железы. Также это характерно для всех возрастов. А вот именно у детей, у подростков это замедленное умственное развитие. Поэтому очень важно, чтобы йод поступал в организм. Ну, действительно. А почему у нас эндомичная зона? Казалось бы, вот море совсем под боком, рядышком. Такой климат у нас. Ну, потому что данная проблема есть не только в Крыму, она также есть и в других регионах. Потому что вообще йод – это тот микроэлемент, который не усваивается в организме. И проблема в том, что люди, не употребляя недостаточное количество продуктов, которые богаты йодом в организме, получают недостаток. Это какие? Давайте мы их тогда перечислим. А вообще, употреблять необходимо йодированную соль. И доказано, что, например, в США, в Канаде, в скандинавских странах достаточное количество употребления йодированной соли в организм является профилактикой йододефицитных заболеваний. Поэтому сейчас Минздрав Российской Федерации рассматривает такой законопроект, чтобы вести йодирование соли в Российской Федерации. То есть вся соль, которая на прилавках, должна быть йодирована? Сейчас-то такой практически нет соли. Мы покупаем она обычная, в ней нет йода. Что тут, окапать его отдельно? Нет, мы знаем, что есть йодированная соль. Есть не йодированная, есть йодированная соль. Поэтому вводится законопроект об обязательном йодировании соли. Потому что в тех странах, как я уже сказала, где употребляют йодированную соль, решается проблема суточной нормы поступления йода в организм. Вообще, для детей до 5 лет рекомендуется каждый день употреблять до 90 микрограмм соли. Сколько это примерно? Это чайная ложка или столовая? Это меньше чайной ложки. Меньше чайной ложки, да. Также для детей от 6 до 12 лет 90 микрограмм. Для взрослых уже 150. Простите, соли поваренной или именно... Йодированной соли, она может употребляться как соль. Также те продукты питания, в которых она содержится. Это хлеб, это рыбные продукты, это молочные изделия. Даже фрукты и овощи тоже содержат йодированную соль. Но мы много, в принципе, мучного едим. Тогда мы, значит, правильно поступаем, правильным путем идем. Вернее, проблема в том, что люди не употребляют достаточного количества. То есть нельзя употреблять только мучное. И говорить о том, что мы будем получать суточную норму йода в организм. То есть главное, чтобы это было сбалансированное питание. И мы употребляли достаточное количество йода. Поэтому и хотят о том, чтобы мы употребляли не обычную соль, а йодированную соль в организм. А вот есть какие-то, скажем, пункты, по которым можно заподозрить, что вот у меня не хватает соли йода в организме? Ну, это надо в первую очередь пройти обследование у эндокринолога. В основном люди страдают заболеваниями щитовидной железы. Это во всех возрастах, когда не хватает йода в организме. Ну, а вот так, по внешнему признаку. Может, у нас есть уже какие-то симптомы, признаки, не знаю, распухшие щеки? За гримом не видно просто. Нет, ну, может, там шея. Ну, знаете, внешние признаки, как бы сказать, иногда они не наблюдаются. Поэтому лучше обратиться к врачу, пройти специальные анализы, да, и также, ну, внешние признаки, например, когда у нас щитовидная железа, у нас увеличенная часть, да. Гипертироз. Например, да. Поэтому лучше обратиться, вот именно проходить диспансеризацию. Мы знаем, что каждые три года человек проходит диспансеризацию. Это день рождения, который делится на три. И это очень важно, потому что именно сдавая все анализы, проходя профилактику, медицинские осмотры, каждый раз мы можем выявить вот такие заболевания. А вот вы сказали день рождения, который делится на три. Что это за формула? Формула такая. Да, год рождения, который делится на три, это год для прохождения диспансеризации. Это как? Ну, вот смотрите, например, вы родились в 2021 году, делится на три, делится. Поэтому это год для прохождения диспансеризации. А те, кто родились в 2020 году, они не смогут никогда, я так понимаю? Нет, вообще рекомендуют специалисты через каждые три года проходить. Есть специальная формула через каждые три года. А вот мы с вами все-таки, давайте вернемся к теме йода, очень актуальной и интересной. А вот как все-таки вы, как волонтеры-медики, проводите профилактику этого? Какие-то работы разъяснительные, может быть? Мы проводим профилактику, вот, например, мы проводим информирование населения. Вот сейчас, на прошлой неделе, совместно с кафедрой внутренней медицины номер два, медицинской академии, кафедра медицинской этики, сотрудники и студенты проводили информирование населения, раздавали информационные памятки. Также мы спрашивали населения, поддерживают ли они этот закон о принятии, чтобы было обязательно юдирование соли. Также были прочитаны открытые лектории в перинатальном центре для беременных женщин на эту тему, на территории больницы имени Симашко. Также были приемы эндокринологов. Массовое предприятие. Ну, вот я еще хотела один такой вопрос задать, который меня очень волнует. Дело в том, что сейчас врачи, наоборот, говорят, чтобы меньше употребляли соли, меньше ее в пищу клали. А вот вы говорите о другом, об обратном. Так все-таки где правда? Говорят о том, что должна быть сбалансированная суточная норма потребления соли. Она составляет от 150 до 250 микрограмм в сутки. Ну, это одна столовая ложка. Не больше, наверное, да. Хорошо, разобрались. С этим мы разобрались. Евгения, большое вам спасибо за интересный рассказ. Непременно все советы крымчане усвоят и будут правильно потреблять и соль, и йод. Напоминаем, что в гостях у нас Евгения Молочко, руководитель Крымского регионального отделения волонтеров-медиков. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем дальше. И сейчас рубрика Крым Онлайн, где мы рассказываем о только крымских новостях. В Ялте горела квартира на четвертом этаже. Очевидцы вызвали МЧС, как только увидели дым. Спасатели приехали быстро. Никто не пострадал. Тише едешь, дальше будешь, гласит народная мудрость. Вот только по ракетной улице Симферополя далеко не уедешь. Это при том, что ремонт на этом участке дороги был сделан всего полгода назад. Не пройти, не проехать. В селе Заречное Симферопольского района появилось свое собственное озеро. Только не природным путем, а в результате незавершенной стройки. Вместо того, чтобы заасфальтировать, территорию забросали мусором, сквозь который просачивается вода. Пишут в социальных сетях. В Симферополе на площади Куйбышева неизвестные вандалы испортили рисунки, которыми украсили подземный переход. Теперь вместо цветника тут несуразные граффити. Вот уж действительно, видение прекрасного у каждого свое. В Ялте прошел парад близнецов. Более 50 пар малышей участвовали в акции. Девочки и мальчики были одеты в одинаковые костюмы. Некоторые даже скопировали образы популярных киногероев. Ну что же, от новостей, которые мы насобирали в Всемирной сети, я предлагаю обратиться к новостям, которые прямо сейчас происходят на улицах Крымской столицы. Наш корреспондент Татьяна Балыкина готова с нами поделиться актуальным. Доброе утро, Таня. Интересно, что же ты узнала? Доброе утро, коллеги. Здравствуйте, крымчане и гости полуострова. Я сейчас нахожусь в сквере, можно сказать, за сквером Екатерины, недалеко от реки Салгир. Погода сегодня в Крыму замечательная. Конкретно в городе Симферополе, в крымской столице, на данный момент плюс 18 градусов. Но днём температура поднимется до плюс 27, плюс 29 градусов. Уже скоро лето, конечно, и на улице намного уже теплее, и даже, я бы сказала, жарче, чем неделю назад, к примеру. А это значит, что пришло время ехать на пикники, в походы. Я думаю, что вы сами замечательно знаете, где вам захочется провести своё свободное время. Вот смотрите, какая природа замечательная. Всё очень красиво, и вот несмотря на то, что это город, да, по сути, тоже можно увидеть, что вокруг много зелени, растений, травы. Например, вот растёт цветочек, я не могу понять, что это, но он очень напоминает мне одно растение, о котором я вчера читала в интернете. Потому что, несмотря на то, что, конечно, растительность-то всё красиво и замечательно, даже если вы хотите сорвать букет, когда вы куда-нибудь поедете, лучше этого, конечно, не делать, если цветы вам не знакомы. Потому что сейчас у нас в Крыму пора цветения ясенца. Это такой цветок, я думаю, что, возможно, Александр Ткачёв о нём знает немного больше. Это растение, которое выглядит очень красивым, и если вы вдруг дотронетесь до него, в течение 8-12 часов на вашем теле могут выступить волдыри, также ожоги. И если вдыхать их аромат, то также можно нанести вред именно ожоги дыхательным путям, что может даже привести к летальному исходу. На самом деле, нужно быть очень осторожными с незнакомыми растениями, потому что, к сожалению, они у нас и есть. И вот это вот растение, я не знаю, что это, Александр, возможно, вы расскажете, оно очень похоже на вот этот ясенец, который я сегодня видела в интернете. Правда, очень похож. И по описанию, и по лепесточкам, и даже по размеру, потому что он может в высоту до метра вырастать. На самом деле, просто будьте осторожны, если вы куда-то поедете. Незнакомые цветочки не рвите, отдыхайте. Желаю всем доброго утра, коллеги, и передаю вам слово. Спасибо большое. Ну, мы видим, у Тани утро было продуктивным, она много времени, видимо, провела за интернетом. Узнавая информацию о цветах. Но, Саш, к вам в итоге возникло много вопросов. Да, докладываю на ваше решение. Цветочек, который она потрогала, называется герань лесная, и он абсолютно безвреден. Наоборот, просто красиво цветущее растение. Что же касается этого растения, которое так активно обсуждалось, ясенец, или еще называют неопалимая купина, действительно, это растение очень опасно. Дело все в том, что наверняка на устах у всех такое слово, как иприт, это ядовитое вещество кожного норовного действия. Так вот, нужно отметить, что его, собственно, механизм действия украден у этого цветка, который в жару, чтобы охладить свои листья, испаряет с поверхности листа вот такие вот ипритоподобные вещества, которые и вызывают ожоги. В черте Симферополя этого растения нет, можете быть спокойны. Спокойно. Да, оно встречается чаще всего в районе Бахчисара и в районе так называемой внутренней гриды Крымских гор. Там относительно влажно, и это растение там произрастает. Но оно очень характерного вида, у него высокий цветонос с большим количеством мелких, красивых, похожих на орхидею цветков фиолетового и розово-фиолетового цвета. Вот к ним, собственно, и есть опасность ожечься. Оно очень похоже на другое растение, которое называется ядрышник. Это орхидея. Орхидея, кстати говоря, краснокнижная. Вот они похожи, их можно спутать неопытному, так сказать, ботанику. Поэтому, дорогие друзья, абсолютно верно, не зная в роду, не лезь в воду, не подходите к тем растениям, которые могут вызвать, собственно говоря, опасность. Саша, ну вот я прямо сейчас загуглю все, что ты рассказал, посмотрю, как это все выглядит, чтобы в будущем не обжечься об эти растения. А вам мы предлагаем тоже посмотреть новости интернета, которые подготовили наши корреспонденты. На пути к успеху образование иногда может стать помехой. По крайней мере, так считает романит Джейд Талок из Великобритании. Девушка отказалась от учебы и полностью посвятила себя интернет-блогу. Видео, где художница-самоучка изображает на своем лице невероятные картины, бьют рекорды популярности. В Италии роботехника шагает семимильной поступью. Этот небольшой четвероногий гидравлический робот отбуксировал целый пассажирский самолет. И хотя шаг этой машины не больше человеческого, каждый из них – значительный рывок для науки. В будущем такие крохи будут участвовать в спасательных операциях. По крайней мере, на это надеются изобретатели. Папа и Карла живут не только в Италии. Плотник из Перу за 9 месяцев выточил из дерева корпус автомобиля. На таком деревянном жучке он планирует проехать 20 тысяч километров до Нью-Йорка, чтобы лично вручить машину своей дочери. О воздушном такси разговоры идут уже давно. А вот подводная служба доставки – новинка. В Австралии запустили сообщение вдоль большого барьерного рифа. Но несмотря на то, что услуга не из дешевых, стоит порядка трех тысяч долларов, и количество мест ограничено, заявок на такое путешествие хоть отбавляй. Слово «китайский» все чаще приобретает негативную окраску, ассоциируясь с некачественным товаром или подделкой. И действительно, о какой долговечности можно говорить, когда разбитую раковину чинят с помощью лапши быстрого приготовления. Однако мастерством китайских мастаков можно только восхищаться. И в качестве послесловия, даже в момент, когда пытаетесь расслабиться и вспомнить детство, не следует забывать о технике безопасности. Не забывайте о технике безопасности, друзья, потому что она наше все. Да, я немножко даже испугалась, когда увидела тот кадр, где девочка упала с качеля. Нужно быть осторожной. Как и осторожны мы, потому что веб-камеры тоже могут показывать разное. И мы выбираем самое красивое и интересное для вас, крымчане. Ну и сейчас как раз-таки мы выбрали для вас перекресток Пушкина и Карла Маркса. Те самые кресты. Вы можете посмотреть, как сейчас в утренние часы выглядят две эти улицы. Но вот людей пока немного. Но мне хотелось бы, Саша, рассказать о том, что в Симферополе с 1 июня текущего года будут введены временные ограничения для движения транспорта по улице, по бульвару Франко. Вот это ограничение будет действовать 4 месяца. И там нельзя будет проехать на легковом автомобиле с 6 утра до 6 вечера. Это с 1 июня по 1 сентября. А я предлагаю переместиться из крымской столицы в другой прекрасный город. Какой? Город-герой Севастополь. Площадь Нахимова. Мы видим, как сейчас там пока еще немноголюдно. И ожидается какое-то мероприятие. Вон, выстроена даже сцена. Наверное, это готовится ко дню России. А, нет, Ораза Байрам 4 июня. А день России 12 июня. Может, к какому-то из этих праздников. Я думаю, что сегодня все-таки День пограничника. И наверняка Севастопольцы, которые... А, кстати, да. Так что наверняка там будет массовое мероприятие какое-то. С выступлением народных коллективов. Песни, танцы, пляски. И самые лучшие крымские артисты. Да. Ну, а сейчас уже самое время обратиться к нашему следующему сюжету, который подготовили для вас наши корреспонденты. Давайте посмотрим его. На данный момент интернет покрывает такую же площадь земного шара, как и радио. И совсем скоро эта гонка закончится его очевидной победой. И не просто так. Во-первых, это действительно удобно. Он всегда с собой. Во-вторых, ты сам выбираешь, что тебе смотреть или слушать. Но все же по какой-то причине люди все еще настраивают свои приемники на FM-волны. Вопрос интересный. Давайте разберемся. Для этого мы заглянули в гости к нашим коллегам, ведущим с радио. Ведь кто лучше расскажет о всех тонкостях и особенностях вещания, как не они. Для начала хочется понять, как сильно ощущается влияние интернет-конкурента. Ну, конкуренция, я думаю, все-таки ощущается немножко, потому что часть людей ищет какую-то, целенаправленно ищет какую-то музыку. А другая часть людей, она предпочитает просто слушать то, что вещается в эфире. В то же время люди любят различные шоу, которые идут на радио. Очевидным плюсом радио является его доступность. Ну, а также важное значение имеет привычность ресурса для простого слушателя. С малых лет мы знаем, что такое приемник, как его включить и настроить. Но, как и в любом другом вопросе, сначала нужно разобраться в генезисе, то есть в истоках. Специально для этого мы пришли в Музей истории города Симферополя. Здесь проходит выставка радиотехники. Пройдемте, разузнаем там все. Ламповые и транзисторные. Такими радиоприемники были изначально. Сейчас, конечно, все работает совсем по-другому. Но именно в этих узнаваемых любым радиотехникам и мастерам нотках и таится тот самый секрет теплоты и ламповости радиовещания. В музее есть не только на что посмотреть, но и что послушать. Теперь мы знаем, что нельзя считать нашу планету вполне безопасным. С момента своего появления радио непосредственно влияет на жизнь человечества. Например, первая трансляция фантастического рассказа Герберта Веллса «Война миров» настолько испугала жителей Европы вторжением марсиан, что они буквально собрали вещи и стали убегать за город. Даже в наше время очень важна обратная связь с аудиторией. Слушатель не только может дозвониться в прямой эфир, но и имеет возможность напрямую повлиять на музыкальную подборку или любимое шоу. Эру соцсетей. Обратная связь постоянная. Поэтому, естественно, что мы прислушиваемся к слушателям, к их каким-то вкусам, может быть, даже требованиям. В свое время радиовещание стимулировало не только социальный, но и технический прогресс. Впрочем, на данный момент эта обязанность по полной легла на плечи интернета. Радио спасло и всеми любимой памятник архитектуры – Эльфелеву башню. Дело в том, что конструкцию установили для выставки и в дальнейшем планировали демонтировать. И лишь ее высота и удачное расположение спасли ей жизнь. На ней установили радиоантенну. И все же, транзистор или вот, скажем, лампа. Разница, конечно, есть и она в звуке, но почему транзистор набирает популярность, а лампа становится все дороже? Ответ все так же прост. Удобство. Цифровые технологии более емкие, компактные и комфортные. И все же цифра лишь повторяет, то есть симулирует то самое ощущение лампового усиления. Ламповый звук отличается от транзисторного и микросхемного звучания. Я люблю слушать и на магнитной ленте, и на пластинках, и радиопередачи. По статистике на 2012 год 86% аудитории слушали именно FM, а не интернет или спутниковое радио. Но с годами ситуация изменилась. Давайте выясним, почему. Музыку легче находить, и интереснее музыка там. Там более качественная музыка, и музыка та, которую я люблю слушать. Нет, я с уважением отношусь к радио. Ну, просто дома приемника нет. Так, ну, по интернету, но редко. Как видите, ситуация изменилась в корне. Нынешнее поколение предпочитает изучать музыкальное пространство самостоятельно. Тем более, что технологии позволяют это делать максимально комфортно, но не бесплатно. Я люблю в радио именно то, что не надо делать лишних действий. Радио ты просто включил, и все. Там музыка, там шоу. Ну, во-первых, конечно, с финансовой точки зрения, да, все-таки за музыку надо платить на стриминговых сервисах. Вот. И на это надо тратить время, надо ее искать. Радио просто включил, и ты абсолютно бесплатно слушаешь музыку. Выходит, что данные сервисы все же предлагают немного разные услуги, а значит, и затрагивают разные сферы жизнедеятельности аудитории. Годы идут, технологии меняются, но все еще живет незыблемый принцип. Каждому свое. Конечно, у всего есть свои плюсы. Интернет элементарно проще, доступнее и удобнее. Но у радио есть то, с чем не сравнится никакая другая система вещания. Во-первых, это, безусловно, харизма ведущего. А во-вторых, вы не представляете, насколько приятно услышать старую добрую мелодию на уже известной тебе радиоволне. Артем Андроновский, Владислав Кравцов, Утро нового дня. Артем Андроновский, Владислав Кравцов, Утро нового дня. Время рассказать о том, что же произошло у нас в Крыму. И прямо сейчас я расскажу вам о новостях, которые удалось узнать нашим коллегам-корреспондентам. Безопасный отдых владельцев пляжей, где не работают спасатели, ожидают штрафы. Такую поправку в закон приняли в госсовете. К высокому сезону готова почти половина из 450 пляжей полуострова. Дмитрий Попов также провел свою проверку и открыл купальный сезон. Александр Пилов в Крыму впервые приехал из Красноярска. Жары еще нет, и это нравится туристам с севера. Решили недельку отдохнуть, по работе и ребенка вывезти. Управляющий пляжем Ленур Исаев к сезону готовился, чтобы туристам угодить и под штраф не попасть. Водолазная очистка дна акватории у нас проведена. Выполняем уборку пляжных территорий. Все профилактические мероприятия у нас выполнены. Инфраструктура на пляже подготовлена. Все это должно быть не только на словах, но и в документах. Закон суров. У ответственных за состояние пляжа все под рукой. План работ, график наш, реквизиты подписи сторон, наши соглашения с городом. Купаются только самые смелые. Весна была затяжная, море прогреться еще не успело. Вода очень холодная. Градусов 15. Не то что плыть, говорить трудно. Главное, чтобы судорог не было. А если схватит, зовите на помощь. Спасатели должны дежурить на каждом пляже, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Уважаемые гости, за буйки не заплываем. Всю необходимую подготовку они уже прошли. В специальном центре в этом году обучили 100 специалистов. С простыми приемами знакомят и нас. Стон еще берешь на буксировку, потом кладешь его к себе на спину, типа вот так. Но в то же время, вдруг, если человек зацепился за спасателя, самый лучший способ дать себя утопить. То есть, когда человек тебя притопил, становишься ему неинтересным. А это уже Ялта. Местный житель Анатолий Пятыгин однажды спас утопающую девушку в Сочи. Подплыл, сказал. Из-за меня только не соплясь, а потихонечку. Ну, я его только помолю, но они потом, наверное, где-то час сидели, не совелясь. На городском пляже Южной столицы только завершают подготовку к курортному сезону. Идет установка на данный момент теневого навеса общего пользования. Детская площадка уже установлена. И, соответственно, можно будет посидеть в челлаутах, отдохнуть. В особой зоне риска находятся любители выпить и поплавать в шторм. Это видео туристы сняли в Ялте в конце прошлого лета. Только в прошлом году стихия забрала 70 жизней. 10 человек удалось спасти сотрудникам МЧС. Надобные предметы, которые особенно любят дети, представляют собой особую опасность. Двухметровый матрас. Девочки купаются 10-8 лет. Их просто уносят от берега, и никто ничего не может сделать, конечно. Но успели вовремя спасли. Таких историй тысячи, говорят спасатели. По новым правилам, если их нет на пляже, ответственный заплатит штраф. Так же, как и за отсутствие документов. Для юридических лиц эти штрафы 100-200 тысяч могут достигать. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 30-60 тысяч. Но это достаточно серьезные суммы и достаточно серьезное наказание. В летний период проверки на законность и качество содержания пляжей будут проводить регулярно. У владельцев остались считанные дни на завершение подготовки к высокому сезону. Отдыхайте в Крыму! Дмитрий Попов, Игорь Сюткин. Новости 24. Хрупкая красота в объективе камер. Крымские поля утопают в алых красках. Вовсю цветут маги. Но похвастаться своими лепестками они могут недолго. Поэтому любители фотосессии спешат запечатлеть эффектный ковер в окружении невероятных пейзажей полуострова. Ну и, конечно, себя на живописном фоне. Наш корреспондент Екатерина Сюрегина тоже отправилась за яркими кадрами. Красивые, сочные, насыщенные соцсети пестрят фотографиями маков. Интересные ракурсы, неподдельные эмоции попасть в кадр с этими цветами. Хотят и взрослые, и малыши, и даже животные. От лайка удержаться невозможно, как и от желания самому утонуть в этих ярких цветах. Добавляем и себе немного красок, делаем небольшие волны, последние штрихи и отправляемся в путь. Самые большие маковые поля засветают в долинах Бахчисарайского района. Это настоящие места фотопаломничества. Сюда съезжаются из разных уголков полуострова и даже со всей необъятной. Теперь здесь и мы. Яркий ковер из сочных маков в окружении уникальной крымской природы просто завораживает. Редкое зрелище поразительной красоты. Оторвать взгляд от этих видов просто невозможно. Как и объектив, со своими камерами здесь и парочки, и семьи, и большие компании. Остановить мгновение и передать живые эмоции сюда приехала и фотограф Татьяна Киршнер. Молодец, очень красиво. Давай. Наслаждайся ветерком. Когда распускаются бутоны, говорит фотограф, расцветают и сами модели. Вот это вот, вот это прям богиня маков. Желающих обновить аватарку в такой красочный период становится все больше. Маковые поля – это отличная локация для фото. Ведь они такие яркие, сочные, что налюбоваться ими просто невозможно. И фотография получается просто восхитительная. И даже сильный пол не может состоять перед хрупкими маками. Эти цветы очень нежные, как моя вторая половинка. Красный мак заселяет Крым довольно быстро, благодаря своей плодовитости и неприхотливости. В нем много семян, которые разлетаются, предпочитая довольно засушливые места. Но они быстро отцветают, поэтому нужно поторопиться. Хотя впереди не менее яркий сезон. Ромашек и ароматные лаванды. Ну а мы еще успели заполучить свои яркие кадры с аленьким цветочком. На право, на лево. Екатерина Серегина, Андрей Трещук, новости 24, Бахчисарайский район. Ну что ж, Саша, знаешь, с 21 веком появилось новое понятие, как селфи-туризм. И для Крыма это более чем актуально. Сначала был миндаль, персики, теперь вот маки. И лаванда, как сказали. Ну и, конечно же, наши крымские пейзажи, они сами собой прекрасны. И все едут ради них. Ну, для того, чтобы путешествовать, конечно же, вам нужно знать погоду. Потому что ведь будет очень неудачно, если вдруг за окном дождь. Но что же ждет нас сегодня, об этом в погоде прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаем, друзья, что в связи с тем, что высокая температура воздуха и активное сияние солнца, в лесах сохраняется высокая пожароопасность. Она продлится, вероятно, до середины осени. В Симферополе сегодня ожидается без осадков ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 20 градусов, 29 градусов тепла. А вот в Севастополе там малооблачно, ветер дует тоже со скоростью 12 метров в секунду и днем ожидается до 27 градусов со знаком плюс. На южном берегу Крыма без осадков ветер 7-12 метров в секунду, местами до 15 в горных районах. И температура воздуха прогреется до 27 тепла. В Керчи переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 26 градусов выше нуля. Температура морской воды в районе южного берега не поднимается выше 15 градусов. А вот температура Азовского моря прогрелась уже почти до 20. Но знаете, когда вам еще пригодятся такие сведения о погоде, это когда вы пойдете в кино или в театр. А здесь вам также пригодится афиша, которую мы для вас собрали. На камерной сцене Крымского академического театра имени Горького спектакль «Пизанская башня». После 20 лет совместной жизни супруги перестали испытывать чувства друг к другу. В один прекрасный день жена решила изменить судьбу и уехала в Пизу. Начало спектакля в 19.00. Для самых маленьких зрителей в Крымском академическом театре «Кокол» спектакль «Дюймовочка». Сказочник Клумпи Думпи и его подружка Ивиди Авиди, превращаясь в различных персонажей, расскажут и покажут детям удивительную и, самое главное, любимую всеми сказку о девочке-дюймовочке. Начало в 10.00. В кинотеатрах сегодня премьера. Продолжение семейной анимационной комедии «Тайна жизни домашних животных». Мультфильм раскрывает секреты домашних любимцев. Чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? Жизнь терьера Макса переворачивается, когда у его любимой хозяйки рождается сын. Оказывается, забота о ребенке – это большой стресс даже для самого отважного пса. Также на экранах «Аладдин» – фантастические приключения молодого воришки, влюбленного в дочь короля. Чтобы жениться на принцессе Жасмин, ему самому нужно получить титул принца. Помочь «Аладдину» в этом непростом деле может только джинн из волшебной лампы, хранящийся в пещере чудес. В кинотеатрах в этот день комедия-мошенница. Две успешные дамы знают основные правила соблазнения – высокие каблуки и яркая помада. А еще умеет расплакаться в любой момент. Их манит все, что блестит, а то, что плохо лежит, оказывается у них в кармане. История о женской погоне за деньгами в кинотеатрах в удобное для вас время. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выходя на пляж, тоже не забудьте станцевать сарабанду или тарантеллу. Дело все в том, что власти Крыма объявили о том, что на данный момент, как мы знаем, до лета осталось... Да не так много. ...то всем немного осталось до лета. Готово больше половины пляжей. Всего лишь 65% пляжей готовы к урокному сезону. Они соответствуют всем стандартам качества, которые предъявляет к ним Российская Федерация. Да, это не так много. Всего 301 пляжа. Известно, что у нас их чуть более 460. Но, тем не менее, время еще есть. Правда, остается 4 дня, включая этот. И, может быть, поторопятся владельцы пляжей. И, конечно же, их оборудуют. Хотя, ну, в этом плане я соглашусь. Это наш минус. Это наша боль крымская. Это именно пляжи, оборудование, причалы. Но есть и хорошая новость. Какая? В этом году на данный момент на 3% больше, чем в прошлом году зарегистрировано. И, в общем-то, получила соответствующие разрешительные документы. Так что небольшой прогресс, но все же есть. Ну, знаешь, Саш, потихоньку у нас появляются такие пляжи с инфраструктурой, где есть лежаки, где есть зонтики, беседки. При этом есть кафе какие-то, где можно перекусить. Все это выглядит очень красиво. Все сделано в одном стиле. Я надеюсь, что... А можно ли на таких пляжах заняться аквааэробикой? Конечно, можно и нужно. Я знаю, что летом как раз-таки все туда и отправляются, чтобы этим заниматься. Но пока лето не наступило, мы предлагаем отправиться в бассейн и вместе с Ольгой Литвиненко узнать, как проходит там аэробика. Аквааэробика – это направление фитнеса с использованием различных упражнений, выполняемых в воде, является одним из самых доступных и полезных видов физической активности. Занятия проводятся группами до 15 человек. В зависимости от состояния, здоровья, возраста, нагрузка может быть совершенно разное. При этом используется различный инвентарь. Сложно сказать, кто придумал аквааэробику. Еще во времена Древнего Рима были популярны массовые игры, в обязательную программу, в которой входили зрелищные выступления на воде. Одновременно с этим описание водных тренировок мы находим в рукописных свитках Древнего Китая. В наше время техника выполнения физических упражнений в воде доведена практически до совершенства. Водный фитнес закаливает организм, корректирует осанку, улучшает кровообращение и избавляет от лишних килограммов. Что делает аквааэробика? Когда человек снижает вес, а он в воде снижает вес, потому что нагрузка идет, кроме физической, еще идет и гидромассаж. И вот этот гидромассаж, он, во-первых, подтягивает тело, кожа не обвисает, вес снижается, улучшается тургор кожи. Елена приходит на тренировку три раза в неделю. Занятия старается не пропускать. Результат, по словам женщины, превзошел все ожидания. Пахожу с 2013 года, больные суставы, боли были в спине, все это прекратилось, чувствую себя намного лучше, идет закалка организма, меньше стало подвержено инфекционным всяким, вирусным заболеваниям. Водный фитнес не только способен изменить физическое состояние человека, но и помогает избавиться от некоторых фобий. Скажите, а если человек не умеет плавать, можно ли ему заниматься аквааэробикой? Ой, отличный вопрос. Очень много людей приходят, не умея плавать. Здесь глубина небольшая, здесь можно просто стоять. И поэтому, когда человек занимается аквааэробикой, он к воде привыкает, и даже вот некоторые, когда тонули, закрепляется страх, когда невозможно потом плыть, все время человек боится. Аквааэробика вот этот страх даже убирает. То есть можно и научиться плавать, и убрать страх, и укрепить тело, и все это вместе. Преимущество водного фитнеса в том, что заниматься им может человек любого возраста и уровня физической подготовки. Противопоказаний минимально, потому что и с варикозным расширением, и с травмами даже позвоночника, и с суставами, у кого проблемы, вот, это показано. Показано беременно, показано детям. Единственное, что вот хлорочка, да, она не показана, у кого аллергия на хлорку. Если во время тренировок еще скорректировать рацион и отказаться от вредных привычек, то положительный результат наступит гораздо быстрее и легче. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну что же, есть прекрасная новость для жителей города Феодосии, города воинской славы. Там главэкспертиза дала положительное заключение о реконструкции Феодосийской галереи Айвазовского. Ей благоденствовать, потому что были отмечены очень многие детали, которые, к сожалению, разрушились архитектурные, и несоответствие самого музея стандартам Российской Федерации. Все эти нюансы будут учтены и искоренены. Исправлены. Исправлены. Ну, а я бы хотела отметить, что даже привести такую цитату, которая так и говорит, что здание находится в состоянии значительного морального и технического износа. Действительно, пока что это так. Не знаю, будет ли на его месте новый Эрмитаж. Может быть, нет. Но то, что новое здание будет, оно будет светлым и красивым, я надеюсь. Потому что я там была в детстве и очень любила посещать галерею Айвазовского. Интересным фактом является то, что финансирование этого строительства и реконструкции будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. И крымский бюджет не потратит на это ни копейки. Ну, я думаю, что эта новость касается не только феодосийцев, а вообще всего Крыма и всей России. Потому что известно, что многие приезжают сюда полюбоваться картинами Айвазовского. Мы двигаемся дальше. Следующий материал называется «Хронограф». В нем мы рассказываем о том, чем же славна сегодняшняя дата в ретроспективе. 28 мая отмечается профессиональный праздник пограничных войск Российской Федерации. Основные задачи этой службы – реализация государственных политических интересов на сухопутных, морских и воздушных границах страны. Современная Россия имеет самые протяженные границы в мире. Соседствуя с 18 державами, для охраны на рубеже на службу ежедневно выходит 11 тысяч пограничных отрядов. В этот день, 263 года назад, в городе Майон был придуман майонез. За два столетия рецепт соуса практически не изменился. Его главные компоненты – растительное масло, яйца, горчичный порошок и уксус. 28 мая 1812 года русский полководец генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов заключил «Бухарецкий мир». Документ официально завершил шестилетнюю русско-турецкую войну, длившуюся с 1806 года. Согласно договору, Россия под свой контроль получила Бессарабию и Устья-Дуная, вернув в Турции захваченные пункты на Кавказе, Анапу, Поти и Сухум. 28 мая 1877 года родился Максимилиан Волошин, русский поэт, переводчик, пейзажист, литературный критик. Его творчество тесно связано с Крымом и Коктебелем, где находится его дом, который сегодня функционирует как музей. В этот день, в 1904 году, на сцене оперы «Ля Скала» была показана вторая редакция опереты Джакомо Пучини «Мадам Баттерфляй». После провала первого варианта сочинения, переработанное творение обрело настоящий успех. Опера по сей день является одной из наиболее исполняемых в мире. В 1958 году Центральный комитет КПСС отменил собственное постановление о формализме в музыке. В результате ведущие композиторы «Союза» Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, ранее обвиненные в антинародности, были реабилитированы. Интересным фактом является то, что во время заседания, которое, собственно, выдало декрет о музыкальном формализме, как он назывался, присутствовал лично Сталин. Все фразы, все реплики были задокументированы. И вот Дмитрий Шостакович, который, как мы знаем, был обвинен в музыкальном формализме, впоследствии в 50-х годах даже написал небольшую пьесу под названием «Антиформалистический райок», где он дословно цитаты Сталина и других партийных функционеров изложил в музыкальном тексте. Это такая небольшая шуточная сценка с участием главных действующих лиц, где солисты должны не просто петь партию, но еще и пародировать акценты, в частности, Иосифа Виссарионовича. Вообще, конечно, то очень было сложное такое время, тяжелое время, потому что была цензура, я имею в виду, вообще в советское время существовала очень жесткая цензура, которая многое не допускала. Но в то же время очень много красивых произведений как раз-таки тогда появилось не только в музыкальной сфере, но и в кинематографе, и много где еще, и в литературе в том числе. Я поделюсь своим хайф-лайфом в качестве исключения. Если вы не знаете, что послушать и очень любите классическую музыку, открывайте список сталинских премий в области музыки. Абсолютно все произведения, которые там занесены, это шедевры просто мирового уровня. Туда не проходило ничего, чтобы, ну, простого. Это действительно просто жемчужины, глыбы музыкального искусства первой половины 20 века. Но мы отвлеклись, я предлагаю все-таки от возвышенного перейти к наземному, насущному о ценах на топливо прямо сейчас. Потому что они меняются, а все спешат на работу, кто-то заправляется. Быть может, эта информация ему и пригодится. Один литр газа сегодня стоит 26 рублей 41 копейку. Дизельного топлива 50 рублей 31 копейку. 92-го бензина 46 рублей 27 копеек. 95-го 50 рублей и 4 копеек. И дорогой, самый традиционный, 98-й бензин 56 рублей 39 копеек. Цены на валюты тоже подвержены динамике. Сейчас мы о них и поговорим. Итак, доллар сегодня стоит 64 рубля 49 копеек. И он поднялся за последние сутки на 5 копеек. Евро 71 рубль и 83 копейки. И за последние сутки он сдал в позициях тоже порядка 5 копеек. Такова динамика фондово-валютного рынка. Но подробнее, думаю, об этом может Китаев, наверное, расскажет. Игорь Китаев, это наш экономический обозреватель. Саша, ну вот мы с тобой говорили до этого о музыке, да, говорили о классике. А интересно, будут ли такие времена, когда бензин тоже будет как классика, что ли, вот такой каламбур, наверное. И когда цены не будут меняться, и курс валют тоже будет находиться на одной отметке. Я думаю, что это будет очень скоро, потому что человечество идет к тому, чтобы топливо, избавиться от углеводородов в качестве топлива, использовать возобновляемые источники. В первую очередь, энергию солнца, ветра. Я думаю, что это совсем не за горами. И, кстати говоря, интересный факт о том, что это событие полностью изменит мировую экономику и произойдет перераздел сфер влияния многих стран. То есть это, понимаешь, что мы будем добираться на работу на воздушном шаре, например, да, или на... На солнечных батареях, скорее. На солнечных батареях, интересно, тоже может быть. Интересно, информация полезная, я думаю, но не менее полезную информацию наверняка нам готова сообщить наша мобильный корреспондент. Татьяна Балыкина, которая сейчас находится на улицах Симферополя, что же она на этот раз нам расскажет? Перед этим рассказывала о растениях. Татьяна, Татьяна, Татьяна. Я хочу проверить это место. Она очень переживала. Я еще не вошла? А? Стефан? Галь Левицкая. Костюм мужской, универсал 69. Простите за небольшую техническую неполадку. Такое тоже бывает. Ничего страшного. Но Татьяна, видим, с ней все хорошо. Она находится на улицах Симферополя. Но звонок помешал. Такое тоже бывает. Ну, мы двигаемся дальше. И ведь, на самом деле, интернет – это не только картинки с выставки. Это еще и масса полезной информации. И, в частности, ролики, которые могут быть мотивирующие, а могут быть, наоборот, пугающие. Все это собрали наши корреспонденты в единую рубрику «Новости интернета». И вам сейчас мы ее и покажем. На пути к успеху образование иногда может стать помехой. По крайней мере, так считает романит Джейд Талок из Великобритании. Девушка отказалась от учебы и полностью посвятила себя интернет-блогу. Видео, где художница-самоучка изображает на своем лице невероятные картины, бьют рекорды популярности. В Италии роботехника шагает семимильной поступью. Этот небольшой четвероногий гидравлический робот отбуксировал целый пассажирский самолет. И хотя шаг этой машины не больше человеческого, каждый из них – значительный рывок для науки. В будущем такие крохи будут участвовать в спасательных операциях. По крайней мере, на это надеются изобретатели. Папа и Карло живут не только в Италии. Плотник из Перу за 9 месяцев выточил из дерева корпус автомобиля. На таком деревянном жучке он планирует проехать 20 тысяч километров до Нью-Йорка, чтобы лично вручить машину своей дочери. О воздушном такси разговоры идут уже давно. А вот подводная служба доставки – новинка. В Австралии запустили сообщение вдоль большого барьерного рифа. Но несмотря на то, что услуга не из дешевых, стоит порядка трех тысяч долларов, и количество мест ограничено, заявок на такое путешествие хоть отбавляй. Слово «китайский» все чаще приобретает негативную окраску, ассоциируясь с некачественным товаром или подделкой. И действительно, о какой долговечности можно говорить, когда разбитую раковину чинят с помощью лапши быстрого приготовления. Однако мастерством китайских мастаков можно только восхищаться. И в качестве послесловия, даже в момент, когда пытаетесь расслабиться и вспомнить детство, не следует забывать о технике безопасности. Ну вот, кстати, о детстве. Саша, недавно была на Олимпиаде детской, я уже об этом рассказывала. Но хотела бы рассказать о тех заданиях, которые детям надо было выполнить. Я напомню, что им было от пяти до семи лет, то есть в школу они еще не ходят, и, соответственно, читать не умеют. А необходимо им было сделать такое задание – посмотреть на картинку, запомнить какие-то объекты, потом перевернуть страницу, и, например, на ней эти объекты обозначить. Или запомнить, в каком расположении находятся те или иные кружки, квадратики. Тренировка в визуальной памяти. Тренировка, да, очень полезно. Поэтому всем родителям мы рекомендуем готовить в школе, обязательно эти задания с детьми прорабатывать. Ну а о том, как прошла в целом эта Олимпиада, давайте вместе посмотрим. Сегодня президентская школа «Крым» проводит уникальное мероприятие для полуострова, а Олимпиаду «Интеллект» для дошкольников в ней принимают участие дети от пяти до семи лет. Чем эта Олимпиада отличается от обычной школьной? Ну, вообще, прежде всего, хотелось бы сказать, что обычная школьная Олимпиада все-таки показывает знания детей по предметам. А здесь мы оцениваем их интеллектуальные способности. Скажи, сложные были задания? Да. Удалось тебе справиться со всеми? Я точно не знаю, но я так думала, что да. Вы подсматривали друг у друга? Почти. Что значит «почти»? Но она подсматривала, а я нет. Чуть-чуть подсматривали. А для тебя что важнее – участие или победа? Победа. Почему? Потому что папа мне говорил, что победа – это хорошо. Будете хорошо учиться? Да. А кем вы мечтаете стать? Я тренером по танцам. А ты? Мандалин. Диплом получила. То есть ты уже дипломированный специалист? Да. Победишь сегодня, как думаешь? Думаю, победа достанется мне, я думаю. Но важнее – участие. А на что направлены эти задания? Так как ребята еще не умеют читать и писать, мы стараемся подобными заданиями у них выработать мышление, память, внимание, развить воображение. Сама олимпиада завершилась. Сейчас уже началась творческая часть, во время которой дети танцуют, веселятся и поют. В этой олимпиаде приняло участие 150 дошколят, в этом году они пойдут в первый класс. Вот если бы все уроки так проходили, весело и задорно. Здравствуйте, а вы сегодня с кем пришли? Мы с сыном пришли. А скажите, вы переживали за него, пока он справлялся с задачей? Нет, не переживали. У нас еще и хорошая подготовка была, прекрасный учитель. Посмотрите, какое они удовольствие получают. Как тут можно переживать? Скажите, а вы хорошо учились в школе? Довольно. Ну, хороший Стамбул. А вы детям будете помогать решать оможение? Конечно, буду стараться максимально. Не хотите присоединиться к детям и также с ними попрыгнуть, потанцевать? Не, неудобно. Возраст как бы уже не позволяет. Неудобно. Дети танцуют. Ну, а может быть снова почувствуют детство? Я дома приду, обязательно потанцую. Детям. 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 Олимпиада завершилась и, как полагается, в любом соревновании лучшие из лучших получат ценные призы. В данном случае это игрушка из глины. С Алия Салямова, Руслан Хохлоп. Утро нового дня. Вот так дети набирались своих знаний, а мы набирались знаний с помощью библиотек и книг, которые там обычно брали. Да, абсолютно верно. И вчера была особенная дата, 27 мая. Это Всемирный день библиотек. И сегодня у нас в гостях человек, который знает об этом абсолютно все, Чегрина Наталья Викторовна, директора научной библиотеки Крымского федерального университета имени Вернадского. Да, как известно, в библиотеках собраны все эти знания, которые были накоплены на протяжении очень долгого исторического пути многими поколениями многих народов. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. А чем отличается научная библиотека от обычной? Ну, вы знаете, любая библиотека, научная она или универсальная, она как раз и служит тому, чтобы аккумулировать все те ценности, которые были приобретены до нас. И не случайно, наверное, сегодня день пограничника, если мне не изменяет память. Так вот, наши пограничники охраняют рубежи нашей Родины, а библиотеки охраняют духовное богатство нашей страны. То есть, в принципе, отличий больших нет. Универсальная библиотека, она тоже научная. Там только собран универсальный фонд. Наталья Викторовна, а вот есть кому охранять и что охранять? Естественно. Ведь сейчас библиотеки уже отходят на второе, а может быть третье. Нет, библиотеки не отходят ни на второе, ни на третье. Библиотека существовала и будет существовать, и в этом я твердо убеждена. Есть кому охранять, есть сотрудники библиотеки, которые этим занимаются. Да, вы имеете в виду, что современные технологии бурно ворвались в жизнь нашего общества, и библиотеки не остались в стороне. Но все-таки, если сравнивать с советскими временами, сколько тогда было посетителей, а сколько сейчас? Вы знаете, я вам хочу сказать, что мы в библиотеке, в своей библиотеке КФУ, в университете проводим социологический опрос среди студентов. И я вам должна сказать, что те студенты, которые ходят в библиотеку, ну где-то 45% желают именно читать печатные книги, не электронные издания. Поэтому у нас читальные залы заполнены. Я не могу сказать, особенно медики, которым нужно изучать атласы. И у нас читальные залы заполнены, читатели идут. Да, не в таком количестве. Может быть, это связано действительно с большим потоком информации. Потому как сейчас электронные ресурсы можно получить, они более доступны. Очень многие библиотеки переходят, замораживают традиционные формы и методы работы. Но мы не идем по этому пути. Мы пытаемся сочетать, оставляя традиционные методы и с нашими современными. Наталья Викторовна, вот известно, что КФУ наше имеет огромную историю, почти вековую, даже больше. Скажите, есть ли какие-то настоящие сокровища у нас в коллекции, у вас в коллекции? Вы знаете, КФУ наше имеет столетнюю историю. Библиотека наша имеет также столетнюю историю. Мы в прошлом году отметили столетний юбилей нашей библиотеки. В фондах нашей библиотеки порядка 50 тысяч редких и ценных изданий. Сейчас мы занимаемся активно. У нас создан центр оцифровки и сканирования изданий. И в первую очередь мы оцифровываем на редкий и ценный фонд. Для того, чтобы не только читатели нашего университета, но и читатели вообще могли увидеть эти ценности. Они будут выложены в электронной библиотеке. Но я так поняла, что у вас есть произведение, книги, которому 100 лет? Нет, у нас есть самая древняя книга. Это Инкунабл 1482 года. Не только 100 лет. Даже так? Да. А что содержится в этом эролитете? Горды, горды. Очень горды. Это Библия. Поэтому у нас очень много ценных и редких книг. У нас создан музей редкой книги еще в 2003 году, который с удовольствием посещают наши читатели, гостей очень много. Это наша жемчужина библиотеки, наша гордость. А вот сегодня фонд пополняется? За счет чего и как? Фонд пополняется. Фонд особенно активно пополнялся в 2015-2016 году, так как мы перешли на образовательные стандарты Российской Федерации. Сейчас пополняется в соответствии с планом. Пополняется и фонд, и пополняются периодические издания. То есть и электронные издания у нас... С этим нет проблем. Нет проблем. Но вот известно, что наука очень стремительно двигается вперед. В связи с этим некоторые книги устаревают. А какой тогда их пути век? Книг этих, которые устаревают, но если это особо ценные книги, мы их также сканируем. По содержанию я имею. По содержанию мы их сканируем. И оставляем у себя в фонде, мы их не списываем. Мы библиотека фонда «Держатель», один экземпляр. Мы в любом случае оставляем литературу, которую у нас фонда сейчас приблизительно, ну, без малого, 3 миллиона фонда. Поэтому, конечно, фонды у нас чудесные и пользуются спросом. Поэтому говорить о том, что библиотека на втором, на третьем и уходит, уходит, никуда она не уходит, она старается развиваться, совершенствоваться, идти в ногу со временем только и всего. Ну вот я себе на секундочку представил, как может выглядеть хранилище книг, где лежит 3 миллиона экземпляров. Как хранятся эти старинные книги? Ведь наверняка какие-то специальные условия нужны. Да, специальные условия, нужен необходим климат, специальная влажность должна быть, температурный режим, соответственно. В музее редкой книги у нас это поддерживается. А так в хранилищах хранятся в отдельных шкафах, закрытых шкафах, для того, чтобы они не портились от света. Книги хранятся в соответствии с теми требованиями, которые необходимы для хранения редких и ценных изданий. Вот мне такой еще момент интересует. Я знаю, что во время Второй мировой войны огромное количество библиотек пострадало. Они потеряли много книг, были уничтожены немцами в то время. Что касается вашей библиотеки? Что касается нашей библиотеки, во время Великой Отечественной войны тогда институт был эвакуирован в Махачкалу. Естественно, все, что удалось сохранить, вывезли тоже туда же, в Махачкалу. Книги где-то даже, насколько я знаю, пытались спрятать здесь, в Симферополе. Да, часть них была уничтожена немцами. Но, несмотря на это, основной фонд удалось сохранить. И уже после освобождения Симферополя перевезено было, переехал институт назад в Симферополь, естественно, библиотека. Но библиотека работала и там. Как только развернулся и работать начал институт, было всего 4 человека сотрудников. Вообще, библиотека – это клиника. Это профессия такая, если туда попадаешь, случайных людей там не бывает. Люди работают на энтузиазме. Известно, что культура никогда не была как-то обеспечена материально, да? Зарплаты-то невысокие. Но, тем не менее, люди работают и отдают всех всего себя для того, чтобы можно было удовлетворить запросы наших пользователей. Наталья Викторовна, к сожалению, осталось буквально 30 секунд. Я прошу вас обратиться к крымчанам с призывом посещать библиотеки. И коллегам поздравить всех, конечно. Ну, в первую очередь, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с нашим профессиональным праздником, пожелать благодарных читателей, пожелать ярких новых проектов. Ну, естественно, сил для свершения этих проектов. Ну и, уважаемые жители города, уважаемые наши читатели, мы ждем вас в библиотеке. Пожалуйста, приходите. Двери нашей библиотеки для вас всегда открыты. Спасибо большое. Напоминаю, в гостях у нашей студии Чегрина Наталья Викторовна, директор научной библиотеки Крымского федерального университета имени Вернадского. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Еще раз поздравляем вас и ваших коллег с этим действительно важным для нас праздником. Спасибо большое. Ну, мы двигаемся дальше. Впереди у нас Крым онлайн. То, о чем говорит крымский сегмент интернета. В Ялте горела квартира на четвертом этаже. Очевидцы вызвали МЧС, как только увидели дым. Спасатели приехали быстро. Никто не пострадал. Тише едешь, дальше будешь, гласит народная мудрость. Вот только по ракетной улице Симферополя далеко не уедешь. Это при том, что ремонт на этом участке дороги был сделан всего полгода назад. Не пройти, не проехать. В селе Заречное Симферопольского района появилось свое собственное озеро. Только не природным путем, а в результате незавершенной стройки. Вместо того, чтобы заасфальтировать, территорию забросали мусором, сквозь который просачивается вода. Пишут в социальных сетях. В Симферополе на площади Куйбышева неизвестные вандалы испортили рисунки, которыми украсили подземный переход. Теперь вместо цветника тут несуразные граффити. Вот уж действительно, видение прекрасного у каждого свое. В Ялте прошел парад близнецов. Более 50 пар малышей участвовали в акции. Девочки и мальчики были одеты в одинаковые костюмы. Некоторые даже скопировали образы популярных киногероев. Я предлагаю теперь обратиться вновь к нашему мобильному корреспонденту Татьяне Балыкиной, которая прямо сейчас готова вещать с улиц крымской столицы. Надеемся, она договорила по телефону. Доброе утро. Слышим собак. Доброе утро, коллеги. Здравствуйте, крымчане. Я сейчас нахожусь в переулке Грузовой. Это в Симферополе, недалеко от железнодорожного вокзала. Дело в том, что жительница крымской столицы, а также наша зрительница, прислала нам в социальные сети, в группу «Утро нового дня», фотографии вот этого вот места и попросила приехать проверить. Она очень переживает, что гости крымской столицы, которые уже совсем скоро к нам приедут, наши дорогие туристы, увидят это, и, конечно, их впечатление может испортиться. Вот смотрите. Действительно все выглядит так же на фотографиях, хотя их нам прислали около недели назад. Здесь грязь. В не очень, даже в очень плохом состоянии дорога. Я уже успела пообщаться с местными жителями. Я здесь встретила людей, которые мне рассказали о том, что дорога здесь находится в таком состоянии уже около 30 лет. И хуже всего даже не сейчас, то, что по ней невозможно, по сути, ходить. И по таким ямам очень сложно ездить. Также, когда дождь или еще снег, грязь, то здесь все еще хуже. Дела обстоят. Видите, машины даже сюда особо не заезжают. Здесь только паркуются. Кстати, сейчас власти города занимаются благоустройством, поэтому хочется на этот участок также их внимания, чтобы они уделили внимание и этому участку. Мы надеемся, что нас услышат, уважаемые власти крымской столицы. Это переулок грузовой в Симферополе, недалеко от железнодорожного вокзала. Также, дорогие наши зрители, если у вас есть то, что вы хотите рассказать, показать, вы можете нам присылать фотографии, видео. У нас есть социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Утро Нового Дня. Присылайте нам также свои фотографии, присылайте нам, как вы отдыхаете. Мы это все покажем в прямом эфире. А вот, конечно, то, что вас печаль это огорчает, мы поедем, проверим и также всем покажем. Коллеги, вам слово передаю. Спасибо, Татьяна. Мы присоединяемся к словам нашего корреспондента. Призывам, да. Призывам, абсолютно верно. Вот именно то определение. Призыв, потому что информацию, которую вы до нас доносите, она для нас бесценна. Можно сказать, из прямых рук ее получаем. Поэтому, друзья, с нетерпением ждем фотографии, видео, ну и каких-то других приятных записок. Ну, та информация, которую вы нам отправляете, она, конечно же, и входит в основу многих наших рубрик. И таким образом мы работаем с первоисточниками, можно сказать. Ну, я предлагаю вновь от первоисточника Татьяны перейти к первоисточнику в виде мобильного интернета, который расскажет о состоянии пробок в Симферополе. Что же происходит на крымских дорогах прямо сейчас? Ну, наверное, пробки. Абсолютно верно, потому что время уже без 15.9. Все спешат на работу к 9, как это традиционно принято у нас, в наших странах. Кстати говоря, депутат Милонов предложил, чтобы час до работы, который мы тратим на дорогу, собственно, к месту работы, включили в рабочий день. Так что, может быть, одним часом станет больше. Ну, а предлагаю все-таки посмотреть на карту. Мы видим, что традиционно центр города у нас окрашен в красный цвет. Традиционно здесь движение затруднено. И самое такое критичное место – это, конечно, площадь Куйбышева. Все подъезды кольцевой развязки плотно забиты машинами. Наибольшая пробка находится по направлению к кольцу со стороны автовокзала. Мы видим, там движение полностью остановлено. Недавно появившийся там светофор, в общем-то, в значительной степени, с одной стороны, облегчил ситуацию, но с другой стороны, усугубил пробку по направлению к самой площади. То же самое происходит на проспекте Победы по всей улице Киевской и проспекту Кирова по направлению к площади Советской. И вот мы к ней и подъехали. И видим, что на площади Советской традиционно на улице Ленина затор. Движение упирается в перекресток с улицей Караимской. И здесь всегда стоит небольшая пробка. Поэтому, дорогие друзья, вновь и вновь призываем вас, отправляясь на работу, идите лучше пешком. Экономьте свое здоровье, берегите нервы, укрепляйте мышцы ног. Но если уж выбрались на автомобиле, пожалуйста, выбирайте для своей машины путь по периферическим улицам. Потому что чем больше людей устремляется в центр, тем плотнее загрузка этих и без того нешироких улиц. Вот такова ситуация. Саш, ну вот сейчас еще в моду входят гироскутеры. Я думаю, многие на них могут добираться на работу. Кстати, я часто вижу взрослых людей, которые на них едут куда-то по центру города. Очень удобно, очень ловко. И совершенно даже не мешают им ямы. И они никому не мешают. Это велосипед, если честно. Я, наверное, в каком-то смысле человек олдскульный. Так же, как и наш корреспондент Артем Андроновский, который тоже сделал небольшой экскурс в историю радио. Давайте сейчас к нему обратимся. На данный момент интернет покрывает такую же площадь земного шара, как и радио. И совсем скоро эта гонка закончится его очевидной победой. И не просто так. Во-первых, это действительно удобно. Он всегда с собой. Во-вторых, ты сам выбираешь, что тебе смотреть или слушать. Но все же по какой-то причине люди все еще настраивают свои приемники на FM-волны. Вопрос интересный. Давайте разберемся. Для этого мы заглянули в гости к нашим коллегам, ведущим с радио. Ведь кто лучше расскажет о всех тонкостях и особенностях вещания, как не они. Для начала хочется понять, как сильно ощущается влияние интернет-конкурента. Ну, конкуренция, я думаю, все-таки ощущается немножко, потому что часть людей ищет какую-то, целенаправленно ищет какую-то музыку. А другая часть людей, она предпочитает просто слушать то, что вещается в эфире. В то же время люди любят различные шоу, которые идут на радио. Очевидным плюсом радио является его доступность. Ну, а также важное значение имеет привычность ресурса для простого слушателя. С малых лет мы знаем, что такое приемник, как его включить и настроить. Но, как и в любом другом вопросе, сначала нужно разобраться в генезисе, то есть в истоках. Специально для этого мы пришли в Музей истории города Симферополя. Здесь проходит выставка радиотехники. Пройдемте, разузнаем там все. Ламповые и транзисторные. Такими радиоприемники были изначально. Сейчас, конечно, все работает совсем по-другому. Но именно в этих, узнаваемых любым радиотехником и мастером нотках, и таится тот самый секрет теплоты и ламповости радиовещания. В музее есть не только на что посмотреть, но и что послушать. Теперь мы знаем, что нельзя считать нашу планету вполне безопасным. С момента своего появления радио непосредственно влияет на жизнь человечества. Например, первая трансляция фантастического рассказа Герберта Веллса «Война миров» настолько испугала жителей Европы вторжением марсиан, что они буквально собрали вещи и стали убегать за город. Даже в наше время очень важна обратная связь с аудиторией. Слушатель не только может дозвониться в прямой эфир, но и имеет возможность напрямую повлиять на музыкальную подборку или любимое шоу. Эру соцсетей, обратная связь постоянная, поэтому, естественно, что мы прислушиваемся к слушателям, к их каким-то вкусам, может быть, даже требованиям. В свое время радиовещание стимулировало не только социальный, но и технический прогресс. Впрочем, на данный момент эта обязанность по полной легла на плечи интернета. Радио спасло и всеми любимый памятник архитектуры — Эльфелеву башню. Дело в том, что конструкцию установили для выставки и в дальнейшем планировали демонтировать. И лишь ее высота и удачное расположение спасли ей жизнь. На ней установили радиоантенну. И все же, транзистор или, вот скажем, лампа. Разница, конечно, есть и она в звуке, но почему транзистор набирает популярность, а лампа становится все дороже? Ответ все так же прост — удобство. Цифровые технологии более емкие, компактные и комфортные. И все же цифра лишь повторяет, то есть симулирует то самое ощущение лампового усиления. Ламповый звук отличается от транзисторного и микросъемного звучания. Я люблю слушать и на магнитной ленте, и на пластинках, и радиопередачи. По статистике на 2012 год 86% аудитории слушали именно ФМ, а не интернет или спутниковое радио. Ну а с годами ситуация изменилась. Давайте выясним, почему. Музыку легче находить и интереснее музыка там. Там более качественная музыка и музыка та, которую я люблю слушать. Нет, я с уважением отношусь к радио, но просто дома приемника нет. Так, по интернету, но редко. Как видите, ситуация изменилась в корне. Нынешнее поколение предпочитает изучать музыкальное пространство самостоятельно. Тем более, что технологии позволяют это делать максимально комфортно, но не бесплатно. Я люблю радио именно то, что не надо делать лишних действий. Радио ты просто включил, и все. Там музыка, там шоу. Ну, во-первых, конечно, с финансовой точки зрения, да, все-таки за музыку надо платить на стриминговых сервисах. Вот. И на это надо тратить время, надо ее искать. Радио просто включил, и ты абсолютно бесплатно слушаешь музыку. Выходит, что данные сервисы все же предлагают немного разные услуги, а значит, и затрагивают разные сферы жизнедеятельности аудитории. Годы идут, технологии меняются, но все еще живет незыблемый принцип – каждому свое. Конечно, у всего есть свои плюсы. Интернет элементарно проще, доступнее и удобнее. Но у радио есть то, с чем не сравнится никакая другая система вещания. Во-первых, это, безусловно, харизма ведущего. А во-вторых, вы не представляете, насколько приятно услышать старую добрую мелодию на уже известной тебе радиоволне. Артем Андроновский, Владислав Кравцов, «Утро нового дня». Саша, ну вот я как человек, который 6 лет проработал на радио, радиоведущий, могу сказать, что сейчас, конечно же, там современное оборудование, там совершенно другие пульты, где огромное количество кнопочек, они позволяют работать в прямом эфире, и практически 24 часа мы вещали в прямом эфире. Не думайте, что там что-то в записи. В записи это, наоборот, сложнее, и уже, как показывает практика, неэффективно. Я думаю, что у вас много общего с коллегами из новостейной редакции, которые прямо сейчас готовы с нами связаться. Там я тоже работала. Да, и с коллегами мы сейчас прям свяжемся. Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Саля, Саша, доброе утро. Очень рад вас видеть. Как началось ваше утро нового дня? Утро нового дня началось прекрасно, но вполне, мне кажется, стандартно. Проснулся, выпил кофе, приехал на работу, собрался и уже готов. Стою в студии, чтобы оповестить весь Крым о том, что в нем происходит. И что же у вас происходит? В утреннем выпуске новостей мы расскажем, как не попасть на уловки горя бизнесменов в курортной Гаспре и хрупкая красота на полуострове расцвели маки. Вы увидите настоящее буйство красок. В эфире нашего телеканала мы покажем заседание Совета министров республики, на котором крымские власти обсудят важные для полуострова вопросы. Об этом не только. Смотрите в наших выпусках. И ни в коем случае не переключайтесь. Вопросов важных действительно очень много, но среди них и такое. А вот что касается библиотек, мы сегодня обсуждали эту тему, ведь библиотекари вчера отметили свой профессиональный праздник. А вот ты, Сергей, давно был в библиотеке и какую книгу там брал? Честно признавшись, я в библиотеках за последний год был достаточно часто, но не по прямому их назначению. Сейчас нынче в библиотеках есть конференц-залы и большие залы, где проводятся выставки и собрания. И вот там по поводу съемок разнообразных я и бывал. А так вот, если признаться, то последний раз, наверное, в школьные годы я был в библиотеке и брал какую-то военно-историческую книгу. Сейчас уже не вспомню. Ну что ж, прекрасно. Большое спасибо за полезную информацию. Думаю, что жителям Крыма было интересно услышать. Спасибо большое, Сергей. Мы вам желаем хорошего эфира. Я бы хотела еще дополнить эту информацию, что касается библиотек, потому что Сергей очень правильно отметил, сейчас они расширяют свою сферу деятельности, очень много добавляются важных функций, которые библиотеки с собой несут. Это не только прийти и прочитать что-то. Хорошего дня. Спасибо. Ну, Салья, мы двигаемся дальше, точнее уже подошли к какой-то меже, черте. Уже двигаться некуда, действительно, потому что наш эфир подходит к концу. Мы провели с вами, а вы с нами эти два часа, я надеюсь, они прошли и пролетели, просто незаметны для вас. И для нас тоже. Но мы увидимся совсем скоро, буквально завтра. До новых встреч, крымчане. Пускай день пройдет счастливо. Хорошего вам утра и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok